Здравствуйте, друзья! Всем привет! Как ваши дела? У вас уже есть ощущение лето? Или нет? Как у вас дела? Есть ощущение, что лето наступило? Лето это круто, это релакс, лето это кульфожорство и релакс. Котик добавляет. Не котик, я... Я не знаю, я, наверное, больше на пантерку похож. Не на котика с когтями. Ладно, буду поцарапать. Диплом сдавать. Или это будет? Да, диплом. 5 лет учишься и зарплата 300 баксов. Какой кошмар. Система это сплошной обман. В инвалидной коляске клеишь. Девчонок. Я тоже надо. Я в инвалидной коляске просидел полгода. Просто там, где я сидел, в той тюрьме, где я сидел, кроме инвалидных колясок не было ничего. Стульев там не было. Все сидели на полу. А иногда на этой инвалидной коляске мог посидеть. Мы даже там стали кайфажерами. Я помню, велит загнала нам в сыр внутрь тюряги. Мы утром с Арманом сели на инвалидной коляске. Сидим, жрем сыр. Сыр этот, такие тихонечко. Потому что, если кто-то знает, что мы же сыр жрём, жопа. Ну и, короче, мимо идёт Кэмэл. Кэмэл это мой друг, дружбан, наркодилер, который весь комедий-клаб затаривал наркотой, когда там люди приезжали тусить. Все, кто в комедии были в Таиланде, знают Кэмэл. Ну, всё, его словили, посадили. А он уже завязал. Уже перестал этим заниматься, ему подбросили, короче. Или что-то там какая-то история была, что у него была днюха, он взял там на днюху отдолбаться и, короче, сел. В общем, мимо идёт Кэмэл и говорит, пацаны, да вы тут как на пляже сидите охреневшие. Все на полу, короче. Ну, я не сыроед, ну, я так, чтобы понятно было, короче, там маленький кусочек сыра заходил, вот, ну, маленькие такие кругляшки. И я часть отправлял Насте сразу, запихивая в разные там пакетики, через людей передавал, начать, чтобы она как бы... Ну, там тюремные такие были пакетики с минералами, вот. Сами мой каратник вот так вот ели. Вот такой кусочек, вот чуть-чуть кладёшь на себя и кайфуешь, и всё. Ну, там обожираться сыром нельзя было, ностальгия, да. Ну, прикольно играть тюряга вообще, на самом деле. Всё время мы в тюрьме когда-то сидели, обсуждали, сколько стоило бы нас запихать сюда, чтобы вот такую игру создать. Ну, потому что мы любим в разные игры играть. Сколько стоило бы такой реалити-шоу, где я в тюрьме сижу, там, куча народу. Ну, и сидели там с Арманом, говорю, Арман, ну, я бы теоретически хотел там какой-нибудь такой трэш, да-дам. Ну, и, в общем-то, то, что на меня кандалы там надевали, вот этот весь трэш, это все эмоции. Вот, и Арман говорит, ну, смотри, мы считали, сколько кто-то потратил в эту игру. Ну, кто-то вот потратился в то, чтобы устроить нам это шоу. Значит, во-первых, надо было проплатить ментов, потом проплатить прокуроров, потом проплатить судей. Это если бы я сам себя сажал. И, соответственно, ребята там некоторые были, которые предположения кидали постоянно, ну, это гостиница с кучером, они все время предположения кидали, что, на самом деле, все это моя игра, и я сам себя посадил в тюрягу. Они не верили. До сих пор кучер иногда мне предъявляет, короче, что, Алекс, это все ты сам организовал, сам посадил. Это одна из версий их была, что совсем этим стою я. Ну, и, значит, примерно, получается, мы насчитали, что порядка, ну, вот со всеми этими историями, ну, миллионов, там, пять бат, то есть миллионов десять рублей они на все это потратили. И сейчас такие заказчики моего дела сидят такие, ай, Лесли, не досчитал ты, или наоборот, дешевле. Ну, что, пацаны, скажите, сколько потратили, честно? Еще круче, на будущее, тем, кто в будущем будет пытаться, короче, публиковать дела, если такие наглядцы еще остались, сразу говорю, давайте сразу проект, короче, сразу очки мне давайте камеру, там, всем участникам процесса камеры, и мы будем снимать реалити-шоу, потому что то, что там было, то, что там мы творили, это реалити-шоу, это крутое реалити-шоу. Вот, около пятиста тысяч долларов, ну, примерно так, но Дима утверждает, что несколько миллионов долларов, это тот, который нам помог оттуда выбраться, я не говорю, что несколько миллионов долларов забашляли здесь эту историю. Представляете, кто-то не пожалел денег, это кого так бомбило? Нет, чтобы мне дать, я бы на эти бабки кардио-проект развил, какое-нибудь реалити-шоу снял, нет, решили все-таки запихать в терягу, дураки. Вот почему надо у олигархов бабло забрать, потому что нехер сажать не будет, тратить на всякую хуйню, вот. Такие дела. Ну и было прикольно. Ностальгия, да. Ничего, скоро еще какая-нибудь будет тема. Война. Вот тюрьма, а теперь должна быть война. Наверное. Может и нет, может и не война. Посмотрим. Президентские выборы, да. Что дальше? Что дальше будем делать? Как дальше будем жить? Кстати, вот там было несколько разделов про секс, которые выписали из моей книги новой. И Кристина, она орала и визжала, нет, нет, не выкашивайте про секс. Она дрочила на эти сцены. Ну, никто еще в жизни никогда, никто вообще, ни один из авторов еще, насколько я знаю, поправьте меня, если вы вдруг видели, не описывал секс в тюрьме. И вообще отношения в тюрьме людей. То есть, ну, тюрьмы и секс, ну, это как бы разные жанры. Поэтому Эксмо выкосило нахрен все про секс. Ну, чтобы эту историю не делать в 18+. И они сделали ее в 16+. То есть, весь секс убрали, к черту матери. Что у вас там засрачишь в чате? Что вы там делите вообще? Я не понял. Ну, вот. Ну, и, значит. И секс убрали, зачем-то секс убрали из книжки. Ну, на самом деле, конечно, если бы они оставили, они бы охерели. Потому что даже этот, не факт, что даже такой замечательный канал, как Netflix, он бы смог публиковать эту историю про секс в тюрьме. А ведь это такая крутая тема. Там, знаете, ну, просто я вам так вкратце скажу, что тайские вот эти вот камеры, да, в тайских камерах, там есть, ну, традиция по раскладке людей. То есть, ну, люди практически половину всего времени лежат на полу в камерах в тюрьме. В течение лет просто лежат на полу. Ну, из-за этого у них там всякие заболевания. Ну, это неважно, на самом деле. Мы с гостями решили, что спать на полу полезно, и мы справляемся, позвоночник находили в этом плюс. Вот, ну, и, соответственно, вот. Но! Вещь интересная такая, что они геев и натуралов не пересекают. То есть, геи, есть половина комнаты для геев, да, по раскладке, а половина для натуралов. И там, где спят натуралы, геи там не спят. Геи спят с другой, с другой стороны, в другой половине комнаты. Потому что они по ночам жарятся. И, как бы, все об этом знают. И ночью происходит... Но! Самое интересное, что геям сидеть в тюрьме очень... Вообще, геям быть очень выгодно в тюрьме. Почему? Потому что, представляете, вот, как люди страдают без любви в тюряге, да? Ну, там, не знаю, просто крыша съезжает, начинает через месяц уже без секса с тёлками, начинает съезжать крыша. А геи, они там счастливы. Они друг с другом там живут постоянно. Вот, они друг с другом, они друг другу делают всякие приятности, ништяки. И я, как бы, Ричарду, американцу сказал, что, Ричард, смотри, это любовь, у них реальная любовь. Они друг с другом сидят, там, кофе друг к другу носят, там, и так далее. Ну, то есть, такие вот моменты, да. И я всё это описывал. Ну, конечно, я гораздо более жёстче описывал, там. Я описывал с реальными сценами, там, с реальными сценами секса. Там, как натурал охреневали, там, иностранцы от того, что происходит, там, и так далее. Я не буду даже трансляции это рассказывать. Вот. Я описывал всё, как есть. Это там полная жесть вообще. Просто жесть. Ну, то есть, реально жесть. Там были такие сцены, как там один человек, который не был геем, там, но он очень хотел жариться. У него сидела в соседнем бараке жена. Он очень скучал по ней и всё такое. И он не выдержал и отжарил мальчика, который заехал нового. На глазах у меня и у нескольких людей, короче. Просто не выдержал, потому что, понимаете. Вот. То есть, там всё. И там во всех подробностях это. Я всё подробно, как есть, написал. Короче, Эксмо книжку эту прочитал. Ну, там вся политика, там наш секс, там, в этих, в суде, короче, как бы подкупали. Это посмотрел их, как бы, как... У нас были конфликты с геями постоянно, потому что мои ребята дрочили на визитах, то есть на своих жён. А геи постоянно подгаживали и распространяли это на всю Тюриагу, там, да. Вот. И ко мне приходили, а я лидер группы, как бы, я, типа... Я записан был как глава мафиозной организации, там, в документах тюрьмы. То есть я шёл, у нас же была мафия-кейс, и, как бы, я был главой мафии. Ко мне на полной серьёзе приходили очень серьёзные люди и предъявляли, что, типа, Алекс, что они творят, понимаешь. Они подставляют нас, там, они нас подставляют своей дрочкой на визитах, там, и так далее. А я им объяснял, что, слушайте, вот, они дрочат на визитах, да, а вот, вот, у меня тут, вот, между, значит, ну, вот, мои соседи, там, да, которые напротив меня лежат, они ебутся по ночам, понимаешь. Они там в душе друг другу отсатся, я говорю, вот, ну, это нормально, ты считаешь, я говорю, что это происходит? Вот, ну, такой разговор, там, ну, разные такие приколы, вот. Вообще, теоретически, вот, я бы написал книгу «Секс в тюрьме». Как мы, значит, вот мы, команда сплочённая людей, которые за секс с тёлками, да, и мы попадаем в ситуацию, когда гей правят вообще фактически тюрьмой, там, тюрьмой правят леди-бои, вот. У кого есть влияние на леди-боев, тот, как бы, там, в авторитете, да, там, тайский. И, значит, мы с Кэмелом начали соблазнять леди-боев, ну, как соблазнять, ну, их там, флиртовать с ними, там, подсаживать на себя, короче, ну, и так далее. Вот, я начал, Арман научить фишкам соблазнения. Значит, Арман начал фишки соблазнения на леди-боях применять. И таким образом сам, я, но я ему не сказал одно. Я рассказал, как применять фишки соблазнения на тёлках, да, и он говорит, на ком бы потренироваться. Я говорю, ну, тут не на ком тренироваться. Он говорит, ну, давай на леди-боях тренироваться. Начал пытаться тренироваться на леди-боях, но я одно не сказал. Один секрет, что технологии влюбления, да, они работают в две стороны. То есть ты влюбляешь девочку и сам на неё подсаживаешься тоже. Ну, и, короче, он начал влюблять леди-боев, что я на неё подсел, и сейчас он до сих пор с ней. Это вообще жопа. Вот. У него там реальная любовь. Реальная любовь, сходи больше. И вся эта, представляете, такая... Там столько драмы, столько любви, столько эмоций в этой тюряге, просто жесть. И всё это просто взяли и вот так вот... Потому что в России это всё нельзя. В России это всё нельзя. Как они заебались, с этими нельзя. Я думаю, что я просто в интернет нахер выложу и всё. Без редактуры, без всего. Ну, просто... Потому что хочется выложить. Ну, потому что вот в такой реальности... Ну, такая реальность тюремная не описана ни в одной книге, ни в одном фильме такого нет. Потому что это, ну, просто пиздец. Реально. Ну, где вообще? Это суперэксклюзив. Такого нету в мире ни в одном, блядь, сука, произведении, которое существует в мире. Настолько расписано там чётко и так далее. И то, что я там видел, это вообще эксклюзив нереальный. Потому что я много смотрел сериалов там про тюрьмы и фильмов там. И мой один из самых любимых фильмов это «Побег из Шевушенко». Но реально вам скажу, что то, чего там было, не было ни в одном кино. Это просто такой угар. Там просто был угар. Там просто реально... Ну, просто мы угорали там с некоторых вещей. Причём не в... Там вот был фильм про ужасы там тайской тюрьмы. Но про тот космический угар, который происходит в тайской тюрьме, тот космический ржач. Я так... Я так истерично много никогда в жизни не ржал, как в тайской тюрьме. На самом деле. Реально вам говорю, что там была и жесть, и полный пиздец. Там нас просто разбиралось с успехом иногда. Там такая... Там такая раскачка была по эмоциям. Мы такие охреневшие там были. Ну, то есть там немножко дуреешь вот от того, что ты сидишь постоянно в замкнутом пространстве. И иногда просто ты выходишь там на суд. И я приезжаю на суд и вижу Настю. И у нас такая... Я такой тоже... Мы выехали куда-то. Ну, мозг перегружается. То есть его закрыли, да? Как бы вообще в жестких условиях сидел, сидел в очень ограниченном пространстве. Закрыли. И потом ты выходишь такой... Как будто вот до сих пор моржечок восстанавливаться реально начинает после этой тюряги. Ну, то есть там мы одуревшие. Я не знаю, видели вы или нет там на шоу Амирана. Мы охреневшие просто приехали. Мы двигаемся, у нас пространство и так далее. Непонятно еще ни хрена. То есть мозг заново обучается как бы ориентироваться в пространстве. И я когда меня вывели в аэропорт, я охреневший ушел. А представляю, сколько... Какие люди после 4 года, 5 лет там... Это вообще жопа. Вот. Ну, восстанавливаешься как бы, конечно. Но вот эта вся тема, вот это ради этой темы стоило туда заехать. Реально стоило. Это, сука, очень дорогого стоит. То есть все это очень круто, чтобы было на самом деле. Очень круто. Потому что вот эту историю, да, эту историю, эту историю, ну, я где-нибудь точно опубликую. Ну, вот просто мир не знает даже, мир не понимает даже, как там, как там на самом деле выживают люди. Потому что хрен с ним, с там, едой там и так далее. Да просто эмоций хочется людям. Информационная изоляция полная вообще. Ну, скажем так, в других тюрьмах совсем по-другому. Именно эта тюрьма. Там полная информационная изоляция. Там изоляция такая, что, ну, уже в какие-то моменты, да, какие-то... И вообще интересные вещи происходят с телом. В какие-то моменты просто хочется просто каких-то новых людей видеть. Просто новых людей видеть, которые заезжают. И как бы люди присасываются к ним с информационной точки зрения. То есть, чтобы в Москве какая-то новая информация поступала. Потому что там запрещены газеты и журналы. Потому что там нельзя этого всего. Там читать было запрещено. Мы пробивали то, чтобы можно было читать в комнатах. Еле пробили. Там 2-3 месяца ушло на то, чтобы, ну, пробить, чтобы можно было читать в комнатах. Я как бы с заключенным, которые сидели в русских тюрьмах, рассказываю. Они охреневают вообще. Они говорят, блядь, это пиздец. Полный. То есть, ну, если ты нам рассказываешь конченую дичь. Есть люди, которые сидели там по 10 лет в русских тюрьмах. Я им рассказываю. Они говорят, ну, если ты нам рассказываешь конченую дичь. Это пиздец. Вот. Ну, это весело, в общем. Потому что в русских тюрьмах такого нет. Там все по-другому, вообще все. Ну, и авторша, которая редактировала мою книжку, она читала. Она тоже прочла и охренела. Она охренела просто. Я говорю, ну, как, мам? Она такая, это вообще пиздец. Потому что она награду получила за то, что она... Разогнала целую тюремную систему там острова. Тюрьма в России, где пытками занимались. И она сделала журналистское расследование. И там увоняли всех чертовой матери. Вот. Ну, и она очень хорошо понимает, что такое тюрьма там и так далее. Ну, блин. Представляете, сидишь. Вот такая вот, такая сцена. Сидишь просто возле места, где из ковщиков там поливаются, там, душ. Ну, это так называемый душ. Что такое душ? Это просто ковщики с холодной водой, короче, поливаешься. Там, минута-две. И дальше следующая партия людей. Вот так. Ну, минута-две это в лучшем случае. Так вот. И подходит охуительная леди больше. Просто пиздец. С кубиками на прессе. С охуенными идеальными сиськами. Но лыся. И все мужики, которые сидят там. Коля, я помню, здоровый такой, десантник. Сидит. Я говорю, Коля, смотри. Он такой сидит и говорит, я вижу. И такие все пачки отвисли. И она начинает намыливаться. Она голая. Она начинает намыливаться. Там все голые заходят и все видят это со всех сторон. Она начинает намыливаться. И у нее, короче, когда она намыливается, уже члена не видно. И у нее тело идеальной телки, супер модели охуительной. А мужики там сидят два-три года без секса, да? И пиздец, короче. Я такой, Коля. Он такой, Алекс, ну это же мужик. Я говорю, да какой это мужик? Посмотри. Ты такой здоровый. Завали ее прямо здесь. Давай ее снимать, короче. Заебись. И вот такие сидим, такие. Вот эта сцена нам просто пиздец. Она у меня, она у меня осталась, засела в голове вообще. Я не могу ее забыть. Какая охуенная, блядь. Пиздатая леди больше. Сука. И у всех, сука, сразу стоит. Ты стояк там жесткий. У всех повстал. Это пиздец. Вот. Я не знаю. Я нигде не слышал и не видел подобного. Вот она тюрьма. Это тюрьма. И вокруг, кстати, вот картина. Я рисую вам в голове. И вокруг эти колючие проволоки там. Вокруг вот эта вся история там. Заборы там. Охрана стоит, короче. Значит, командоры там ходят. Какое-то нищебство там. Просто жопа там. Где-то канализация там рядом. И вот это вот. Вот этот кусочек красоты. Вот этой просто невероятной красоты, короче. Ее тело. Кубики на прессе там. Она намыливается. Вот этот просто момент. И все охуевшие сидят просто. Мужики. И смотрят на этот пиздец, короче. Злые, короче. Готовые просто ее порвать, блядь. И вот следующее я бы еще сделал. Групповое сексе. Все ебут. Вот это вот. Вот это я понимаю тюряга. Видите, как охуенно. Колючка на заборе. Да. Вот это вот. Вот это сильная сцена. И таких еще сцен там у меня в книжке. Да хуя просто было. Ну все. Все убрали. Потом еще жить с ней. Да какая разница жить с ней или нет. В моменте. А сидят там, понимаете, эти люди решительные. Вот реально. Вот например, самый решительный среди всех в тюрьме это Рашид. Он самый решительный. Человек, который всю жизнь сидел в тюрьмах и в основном за убийство. Каждый раз за убийство, насколько я. Ну я может ошибаюсь, но по-моему он всю жизнь сидел в тюрьмах именно за убийство. Скоро он выйдет сам. Сам расскажет. Может быть. Ну вот представьте себе. То есть человек. Какая степень решительности у человека. То, что он в состоянии решиться и пойти на дело. Ну или там еще один сидит за ограблением. Он решился и пошел ограбить. Он перешел к какой-то рамке границы. Да. Вот. Это криминал. То есть это все. Все там сидящие они решительные люди. И эти решительные люди сидят и смотрят. А я им на мозги капаю, что давайте завалим. Ха-ха-ха. Ха-ха. Давайте их ебать. Ха-ха-ха. И знаете, что дальше происходит? И дальше в нашей больничке. Я там описываю сцену одну, где я попадаю в больничку, где спидозники там. Тебишники сидят. Дичинфицированные. Там половина бесконечности. А вот так вот ходят. И короче в нашей больничке все умирали. Мне все говорили, что, Алекс, зачем ты переезжаешь в эту больничку? Ну там больничка, она ничем не отличается от барака. То есть это такой же барак, как и все остальные, только он маленький. Но там гораздо больше степеней свободы с точки зрения передачи информации наружу и внутрь. Там более слабый режим. Там не надо молиться на солнце час. Там сидеть на чекерах не надо. Зато там негде гулять, негде качаться и так далее. То есть в принципе люди не хотят туда ехать, потому что боятся заболеть там чем-то и так далее. Боятся там чего-то. Мне этот парень один, который банк перебанул. Он мне говорит, Алекс, зачем ты переезжаешь в больничку? Ну это ж жопа. Ты же просто блядь. Ты понимаешь, что ты там долго не протянешь, что ты там что-нибудь цепанешь и еще что-нибудь. Ну нахера тебе дана. Там люди больные вообще. Я говорю, что ну мне нужно по делу работать. Мне нужно защищаться. Мне нужно передача там сообщений. Мне нужно там общение с девчонками. А это нереально из барака. Там полная изоляция. Вот. Мне нужно материалы дела. Мне надо работать. Поэтому придется с этими тибишниками сидеть и работать. Потому что иначе я не смогу никакие защиты выстраивать. Ну иначе мы не вышли из тюрьмы на самом деле. Вот. Потому что именно из этой больнички я отдал Кристине указание ловить Бена с Пашей. Короче, она начала давить на Диму. Ловила Бена с Пашей. Ну и соответственно они ловили наших этих агентов, которые нас сажали. Провокаторов. Вот. За счет этого мы вылезли. Ну вот. Когда до моего переезда туда в больничке все умирали. Их про больницу. Хайп в тюляге в основном шел такой, что опять кто-то сдох. Опять кого-то вывезли. И на моих глазах тоже там раз в неделю люди умирали. Вот. Вот. Но когда я переехал в больничку. А там есть такой момент, что вот в эту больничку, в этот барак. Туда для того, чтобы выехать в большую больницу снаружи тюрьмы. Значит, ну каждый день возят в какую-то больницу снаружи тюрьмы людей в кандалах там и так далее, чтобы что-то сделать. У них там умирает или там еще что-то случилось и надо вывезти. Это целая процедура. Ну и туда, значит, туда завозят из барака, там идут люди, короче, заходят в эту больничку там, где-то им надевают кандалы. Они в этих кандалах часто тусуются, да. И их отправляют на автозаке, значит, из тюрьмы уже в большую больницу. Ну и каждый день, каждый день там иногда попадались люди большие, которые выезжали. Им надевали кандалы, они приходили в кандалах в наше отделение больницы. А там за счет того, что я вот так прорабатывал мозги всех, что мужики там надо ебать. Несколько тайцев и несколько иностранцев, они, ну, слушали-слушали меня там через месяц где-то, их мозги распечатались. Они решили, да какого хера? Какого хера? Блядь, мы же сидим, нам еще сидеть десять лет. Короче. И начали их там ебать. И они заводили их, короче, за одну девчишку задушить и жарили, короче, их. И один раз даже там групповуха была, короче, с этой люди больше. Она сосала всем, кто заходит. А Рашид стоял, посмеивался и говорил, Алекс, что ты с этой больничкой сделал? Что за пиздец? На хуя ты сюда заехал? Раньше тут люди, блядь, умирали. А он такой, ну, как бы, сидевший уже двадцать пять лет. Раньше, говорит, тут люди умирали, а ты сейчас в Лесле заехал, блядь, ну что, какой-то сплошной разврат пиху на вас, блядь, не уходил. По всей тюряге пять тысяч человек узнали о том, что теперь в больнице не умирают, теперь там ебутся, блядь. И туда, короче, начали приходить иногда леди-бои красивые. Мы с Арманом, одна такая была крутая леди-бойша, очень красивая, я охренел. Она была похожа на одну стрипку, которая была у меня как-то раз, очень красивая девочка. Я смотрю, лицо вылитое, тело вылитое, капец, я, короче, ну, я незаконно вышел из этой больнички на барак, пробрался, короче, с ней познакомился, вот, и говорю, хочу ее выбить, хочу выбить, давай, короче. Мы начали козлов, которые работают на начальнику тюрьмы, уламывать на то, чтобы они привели нам эту леди больше. Начали за кофе ее выкупать, короче, каким-то образом. Вот она, у нее, понимаете, у нее проблемы. Я, значит, к ней пришел, сказал, слушай, я хочу, чтобы ты ко мне пришла, и все такое. Она такая, типа, засмущалась, говорит, ну, я не могу, у меня отношения, у меня парень. И мы начали договариваться с парнем. Ладно, я больше не буду ничего говорить. Там дальше еще длинная история, ну, там, переговоров, отношений с парнем, там, всяких разных фишек крутых, которые были. Все выкосили из книжки. Всю эту реальность отношений просто убрали к черту матери, оставили. Книжку про тюрьму. Книжку про эту политическую историю, про тюрьму, никакого секса, ничего. Хотя там секса, про секс там было 50%. Вот 50%. Вот и все. Че там Лилит устраивает? Комментарии Лилит интереснее. ФРЛС. Рыбка беременна. Че? Че происходит? Пока я тут предавался воспоминаниям и ностальгии, народ тут в эфире устроил какую-то местную, тюрьму. Да не, я не буду искать стороннего издателя зачем. Не надо зачем. Не хотят, не надо, значит не надо. Все. Кому это интересно? Мне говорят так. Кому это интересно читать про ваши там сексуальные приключения? Никому не интересно. Всем интересно про тюрьму. Тюрьма это должна быть тюрьма, там люди сидят, там все. Там ничего прикольного типа нет, а там ржач полкнижки был космически, но все это убрали, потому что мы по жанру не подходим. Девочки на балконе прикольные. Ух, ух, ух. Вот так. Ничего так. Ух. Телок снимаем. Туся, две голые жутки. Ха-ха-ха-ха-ха. Туся, две голые жутки. И самый крутой еще момент, знаете какой самый крутой пикапер был на тюрьме, самый крутой пикапер на тюрьме был Рашид, самый решительный из них, самый решительный, тот кто может пойти завалить кого-то, вот он был самый крутой пикапер на тюряке. Когда была моя днюха, я говорю, Рашид, а я сижу в закрытом пространстве, уже не могу выходить никуда, а он, так как он мог работать, он уже давно сидит, 8 лет, он ходил в белой майке, был козлом и работал на этих самых, ну работал просто, помогал там по тюрьме всякую херню делать, вот, поэтому он мог выходить туда-сюда, там телеки чинил, там все такое, так вот, и он говорит, я говорю, слушай, ну как мы, блин, днюха моя без баб, ну это же неправильно, я же, блин, все-таки секс-гуру, понимаешь, он такой, ща будет все, и он такой, так, стой, вот это классно сосет, иди сюда, так, вот это, вот это тоже прикольно, иди сюда, и он так вот, каждый, короче, леди-бойщик, который ходил мимо, цеплял, и говорю, братан, у тебя правила автоматизма, у тебя все признаки, короче, слушай, говорю, ты телок снимаешь, охуительно, охуительно, говорю, давай, короче, выходи, супер телок, ну это же человек, который способен пойти кого-то завалить, с такой степенью решительности, он такой же решительный оказался и в съеме женщин, ну точнее, леди-бой, ну там женщин нету, ладно, что делать, и мы, короче, в результате, я говорю, ну и он такой, подходит ко мне, такой, ну, короче, Алекс, будет, типа, пять телок, говорю, ну пять это, пять это ноль, говорю, Рашид, это правильно, не, все придут, все, ну пришло две, две леди-бойщик, я говорю, давайте их отжарим, давайте их отжарим, пацаны, нет, такие, все время, они такие, да, конечно, вы сейчас будете жарить леди-бой, потом, еще-то как-то, да ну нафиг, но там были, были сцены с сексом, были, была крутая сцена с сексом, надо все описать еще, надо все описать, надо все описать, вообще все, все как было, полностью, все сексуальные сцены должны войти в эту книжку, нет, за деньги что, секс за деньги, нет, я не практикую секс за деньги, кстати, это еще Рыбка в эфире сказала на России, как бы, что там такая история, что там действительно секс за бабки, в основном, следи боем, секс за бабки, но я довел традицию ни в коем случае не жарить их за бабки, я просто, я их сажал фишками на влюбление и типа не давал, ну типа, за бабки не секс, это мне надо заплатить, чтобы я ебал, потому что я же крутой был, поэтому все, в общем, проблемы, прикольная история, да, вообще, вот такие вот все, вот эти бишки, нет, Рыбка не жарилась с Эмираном за бабки, ну, по крайней мере, я не знаю об этом, пусть это и было, но мне кажется, что я ничего не знаю об этом вообще, она вообще с ней, по-моему, не встречалась, Какую цену за секс ставит? Что мы не вспомнили? Надо забраться на балкон, дать по жопе. Пикап в тюрьме, новая книга, короче. Это прикольно было бы. Как сделать так, чтобы лица платила за секс с тобой? Есть несколько способов, но я их не расскажу. Есть много способов решения любых, если у любой задачи есть решение, на самом деле. Или можно доказать, что решение не существует. Так вот, есть тоже такие задачи, где решение, ой, еще одна телочка пришла, ну-ка, стоять, еще одна. Где они там тусят? Вот, навожу задницу. Сука, это мой гарем, пацаны. Сейчас пойду снимать. Блин, вообще капец, кошмар. Смотрите, что творят. Вау, вау, вау. Бомбятина. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вот, черт, не подсматриваю. Класс. Хорошенький. Позняют наста. Пойду сейчас. Я знаю номер, где живут классные тюрки. Это большой ключ. Так, сейчас раз, два, три. Раз. То есть туда и направо этот номер. Понял все. Сейчас эти стриптизеры вызывали. Не видят на себе. Да? Конечно. Прилетай на Ибицу. Надо брать. Взять тебя переводчиком. Ну, мне переводчик не нужен, у меня язык тела, понимаешь? Я как бы на языке тела с ними общаюсь, даже если они меня не понимают. Страшные. Да не, нормальные. За такое шоу я очень много денег беру. За шоу. Я ж не Харламов. Чтобы шоу устраивать. Страшные. 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 Покажите красивых. Выйдите в трансляцию, покажите красивых. Я посмотрю. Я люблю смотреть. Видите? Здесь. Нет. Девчонки хорошие, на самом деле. Да, кстати, онлайн 21-го стартует, записывайтесь. Завтра повышение цен, между прочим, на онлайн. 21-го июня стартует онлайн. Те, кто хотят пройти у меня онлайн, записывайтесь, потому что завтра уже повышение цен. Там мне Маша пишет, что расскажи людям, а то не все знают. Вот. И послезавтра вебинар по знакомству в сети. Это такой исследовательский вебинар. То есть я расскажу о том, что работает. Ну и вообще, как применять тему в знакомствах в сети. Многие люди ленятся, не подходят на улицы, не прыгают на балконы. Решительность у них очень низкая. Они решительные только в сети. Ну вот, я для таких людей, тем, кому лень знакомиться, расскажу о том, как повысить свою эффективность именно в сети. Для тех, кто боится на улицах подходить, боится этого всего. Потому что, понятное дело, что мой опыт, перенесенный в сети, понятное дело, работает очень мощно. Вот. И те люди, которые боятся знакомиться реально, они могут им воспользоваться. Ну и, соответственно, на вебинаре расскажу о том, как снимать в сети. Все, что я видел, все советы, которые я видел по съему в сети, это полная чушь. И поэтому я проведу этот вебинар, потому что те люди, которые пишут советы по съему в сети, они сами никогда в жизни, видимо, не занимались темой соплазнения, знакомств вообще. И не понимают, что это такое, что такое практика реальная. Ну, ни одну прокачку нашу не пройдут, они ничего вообще не умеют. Все, что они умеют, это быть хорошими, милыми для того, чтобы девочка так и быть, там, может быть, встретилась с вероятностью одна тысячная, может, миллионная. Вот там вебинар этот будет доступен в видеозапись тем, кто зарегистрировался и тем, кто принимал участие. Так что вот. А, записаться как? Записаться в моем этом самом, в моем профиле, ссылка, запись на вебинар. Заходишь там, в мой профиль, там, в вести ссылка на вебинар, записаться на вебинар. Ну, и, соответственно, на онлайн, там тоже записаться на Leslie Online Biz. Заходишь и записываешься. У меня все бабы на 10 лет моложе у меня. Кстати, я подумал, сейчас увидел вопрос, как записать бабы на 10 лет моложе у меня. Я подумал, что у меня все на 10 лет моложе, даже больше, походу. Просто такой вот я старый уже, 37 лет. А телку всем по 20, там, 25. Ну, просто уже в 37 они все уже все. Очень мало девочек. Ну, вот, Ксюша Собчак. Хорошая телочка для своих 37 лет. Она моя ровесница, по-моему. Ну, или, там, плюс-минус один год. Ну, видите, да, таких вот, ну, один на тысячу. Таких, как Ксюша Собчак. В основном в 37. У меня есть девочка одна знакомая, которая у меня училась. Она 44 года. Блядь, она классная. Очень клевая. Ну, тоже она там одна. Одна из самых красивых телок России. Вот. Тоже один на миллион, скажем так, хороший. Собчак классная. Собчак в жизни очень классная. Не страшная нифига. И она классная в жизни. Она ведет себя так, как, ну, женщина, как мужику приятно, чтобы женщина себя вела. Это чувствуется. И она реагирует. Может, на меня так реагировала. Может быть, потому что книжки мои читала. Не знаю. Но она реагирует очень по-женски. Прям инстинкт долго это сразу засадить. Вот. И она там сидела на этом диване, соблазнялась. Супка. Издевалась над нами. Ну, вышли голодные стюреги. Нам какое-то шоу надо там вести. Я хочу сгибаться. Я там сидел. Зовальники. Мы с ней похожи. Не знаю. Зеленский промолчал на мое предложение. Как и Собчак. Как и Путин. Они все меня игнорят. Вообще биздец. Меня игнорит телевидение сейчас. Меня все игнорируют. Они вообще все начали жестко игнорить. Команда сверху поступила игнорит Лесли. Просто меня нету. Меня не существует. Про меня не хотят говорить. Заметьте, в Comedy Club один раз пошутили про нас и просто запретили им шутить про нас. Вот. То есть мы персоны конкретного нон-грата. Книжки, библиографическая редкость там. На телевидении мне Собчак сказал, что имя произносить нельзя на телевидении. Прикиньте. Зажгли, бля. Супер. Охуенно. Это очень круто на самом деле. Волан-де-Морт. Вот именно. Вот это прикольно. Потому что хотели шутить. Хотели там. Но нельзя. Нельзя. Все закрыли. Выкосили. К чертовой матери. Нет у нас. Все. Больше нет. Но так как мы в реальности живем, а не в виртуальном мире. Нам на это похуй. Вот для Собчак это была бы смерть. Если бы они замолчали. А для меня вот обо мне замолчать никто не говорит. Я пошел в любую кафешку. И сделал так, чтобы обо мне все там говорили. И все. Потому что я мастер. Я жру в этом. Пошел в любое заведение. Пошел, захватил кого-нибудь. Сразу в телку. Стащился. Пиздил. У олигарха. И мне не надо, бля, чтобы обо мне говорить. Вообще охуенно, да? То есть можно запретить вообще нас замечать. Но ведь реальность она круче гораздо, чем виртуальное пространство. Тем, что ты. Все зависит от тебя. От твоих действий. У тебя невозможно. Ничего с тобой сделать нельзя вообще. Это неубиваемо. А если у тебя еще нет квартиры, машины, одежды, да? И ты голый. Ты вообще зверь. Тебе нельзя никуда наркоту подбросить. Никак тебя не взять живыми руками. Вообще. Только за то, что голый. Ну так, немножечко прикрыл, да? Свои причиндалы так. Чтоб наркоту туда не засунули. Так, ладно. Все. Пошел. Отдаем. Сейчас спотелся. Идем дальше тусить. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok